Добрый день! Итак, пункт нашего назначения третьего дня – Акадия Парк. И мы избрали вот такой вот путь, очень обычный – поехать на туристическом автобусе с грамотным экскурсоводом, который очень интересно нам обо всём расскажет, потому что мы не начитали, прежде чем поехали. Вот касса с обратной стороны, в которой мы приобрели свои билетики. И билетики, кстати, ой, по-моему, долларов по 30. Ну, мы остались довольны потраченными денежками, потому что экскурсовод попался на самом деле интересный. А у нас оставалось несколько минут до отхода нашего туристического автобуса, и мы с удовольствием погуляли вот рядом с этим отелем. Он в великолепном месте, рядом как раз с местом, откуда отходят туристические автобусы. Мы купили поездку на два с половиной часа. Есть ещё часовая экскурсия по самому городку Бар-Харбор. Мы не стали брать, хотя, наверное, стоило бы, потому что история города тоже очень интересная. Если экскурсовод попадает в это хорошее, то вы узнаете много замечательных фактов. Итак, национальный парк Акадия находится на острове Маун-Дезет и прилегающих в Малых островах вблизи антлантического побережья штата Мэн, в самом большом на антлантическом побережье США. Общая площадь парка – 191 квадратный километр. Вот он, наш автобусик. Мы готовы ехать. Кстати, Бар-Харбор, в котором мы сейчас находимся, он не входит в состав национального парка. Я вам про это говорила. А парк – это леса, озёра, горы, среди которых Кадиллак – самая высокая на побережье Антлантики гора. Она высотой 1530 фунтов, что равно 530 метрам. С её вершины открывается изумительный вид не только на океан, но и на окружающие леса. Долины живописные дороги. Вот дорога-петля, по которой мы сейчас едем, она асфальтированная и на 43 километра. Мы её всю и преодолели. Я, кстати, сняла велосипедиста, который тоже преодолел всё это расстояние. Хотя для велосипедистов и для горных мотоциклов очень длинные дороги, порядка 72 километров, проложены гравельные. По всему парку они с удовольствием ими пользуются. И очень много пешеходных дорожек сделано для туристов. Туристы сюда с удовольствием приезжают и проводят летнее время здесь. Акадия – единственный национальный парк в Новой Англии. Первый действующий парк вокруг, к востоку от Миссисиппи, занимает 10 место по посещаемости среди национальных парков США. И большинство их проходит в юлии, август и сентябрь. Вот я попала тоже в кадр на горе Кадиллак, на самый высокий. К сожалению, было утро, такое вот туманное утро, туманное. И с высоты горы мы не увидели все это вот прелести. А это вот костянка, ягода, которая растёт и в Сибири тоже. А голубику я в Сибири никогда не собирала на севернее. Вот немножечко смазал туман нам всю прелесть, но мы нисколько не были разочарованы, потому что когда ниже спускались, вид был великолепный. Просто из-за того, что похолодало очень, вот туман был достаточно мощный. Парк был создан по указу президента Вудра Вильцина в 16-м ещё году, 1916 году. То есть на следующий год ему будет 100 лет уже. И он как национальный монумент Схердимонт. Самый первый суперинтендант этого парка Чарльз Дор вложил все свои имеющиеся капиталы в развитие этого парка. Хотя и с момента создания, и по настоящее время парк находится под управлением службы национальных парков США. Он был преобразован в 19-м году уже в национальный парк и носил звание Лафаэд в честь маркиза де Лафаэда, участника войны за независимость США. А настоящее название Акадия он получил спустя только 10 лет, потому что очень многие считали, что парк не имеет никакого отношения к гражданской войне, и не стоит ему давать это название. И поэтому ему дали название Акадия, что переводится «красивый». С 1915 по 1933 год на деньги Джона Рокфеллера на острове был спроектирован и построен сеть гравельных даров общей длиною порядка 50 километров. Акадия включала она 17 гранитных мостов, практически вся эта сеть используется и по сей день. А национальный парк Акадия посещает более 2 миллионов туристов в год. Он замыкает десятку самых посещаемых национальных парков США, и средняя продолжительность визита составляет 3-4 дня, хотя многие приезжают и на неделю, и на 10 дней. Въезд в парк платный составляет 20 долларов, и он действительно неделю. В парке много отелей, но они находятся в пригороде, так сказать. Большинство из них в Бархарболе. Так, еще что сказать, что зимою с 1 декабря по 15 апреля почти все дороги закрыты, потому что американцы боятся несчастных случаях. Вот, кстати, там попадался нам касса на китов. Мы на китов не поехали из-за того, что было прохладно. Мы на китов съездили позже, уже в самом Бостоне, хотя Люся, как специалист по китам уже, которая каждый год ездит на них смотреть, она говорила, что в холодную погоду их больше на поверхности. Но когда на суше 18 градусов, нам не захотелось в воду идти. А перед нами вот удивительная, называют ее дыра, вот как штормовая дыра, которую проделывает океан. И вот она уже такая длинная, буквально скоро будет залив. А все, что покрыто мхом, я показывала это, показывает, что все это покрывается водой во время прилива. Я немножечко вам оставляю шум. Это вот, но они дают, вот, знаете, вот так красиво. Нет, нет, вообще вот дела огромные. Сейчас жди, потом смонтируй. Вот уже пошло, пошло, сейчас будет эта большая. Видишь, отлив, прилив? Вот, видишь? Вот такая шума, там русская, 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 русская. Попала вот в пену. И вот это вот столетиями вымывается, вот это вот, вот это огромное будет. Это идёт прилив уже. Когда отлив, по-моему, нету таких, таких волн, наверное. Ну да, ну, наверное. Такая вот стена, видишь, смотри. Это было второе место, после которого мы опоздали к своему автобусу. Но нас экскурсовод заранее предупреждал, что будьте любезны, приходите по часам, потому что нашего сигнала не слышно. Но вот такое завораживающее зрение, что забывается даже, что вы должны быть вовремя на автобусе, и что вас кто-то ждёт. И мы опоздали буквально, наверное, минут на семь к своему времени. Но нас любезно подождали. Экскурсовод не просто нам не сказала никакого замечания, а любезно сообщила, что она воспользовалась нашим опозданием для того, чтобы рассказать ещё некоторые истории, связанные с парком и конкретно с этим местом. Кстати, очень многие вершины окружающих парк-гор названы именами людей, пожертвовавших огромные суммы денег на развитие этого парка. И он стоит того, чтобы сюда приехать, побыть, погулять, даже побродить, даже просто побродить. Такая чистота, такое умиротворение. И я дам ссылочки на тех видео, где я показываю, где мы ходили и заходили в те участки парка, где каждое растение подписано. Вот это то-то, вот это сё-то. То есть для меня это, конечно, название многие, которые ничего знают, а для носителей языка это, безусловно, очень интересно. Вживую посмотреть вот то растение, о котором они читали или видели на картинке. Это всё девственная природа, несмотря на то, что в 1947 году в этом парке был огромнейший пожар, и спасатели со всей страны приезжали, чтобы этот пожар, бушевавший целую неделю, усмирить. Сгорело огромное количество лесов. Всё было восстановлено на деньги простых американцев, которые захотели эту жемчужину природную сохранить для себя. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok